добрый день меня зовут мария сегодня я хочу вам показать свой новый процесс это вот эта работа его глаз на воробье в переводе вы посмотрите мы прекрасно видим что сюжет библейский есть адам его также у нас присутствует вот все животные да они парные такое впечатление что это ноев ковчег также у нас есть вот этого дерева а ведь и змеем с яблочками да ну очень красивый много деталей кого можно прям рассматривать и рассматривать и каждый раз для себя открывать какие-то новые элементы и так для начала я хочу вам рассказать о самом сэмплере почему он так называется потому что у меня с английским очень большие проблемы я забила в google переводчик и да действительно у меня высвечивается его глаз на воробье но я думаю странно сюжет библейский адам ева змей искуситель и и глаз на воробье я связала со своей подругой она живет в швейцарии она прекрасно свободно говорит на английском и на немецком и просила и и груз посмотри пожалуйста может быть я говорю google переводчик как-то не очень тактично перевел мне название на гордник маш действительно его глаз на воробье и буквально прям через некоторое время на мне пишет и говорит маш здесь завязан сюжет на цитате из евангелия от матфея меня это очень сильно заинтересовало я начала искать и да действительно эта цитата из евангелия от матфея из библии глава 6 страница 26 где матвей призывает к тому чтобы люди думали о душе а не о пище и одежде взгляните на птиц небесных они не сеют не жнут не собирают в жнице и отец ваш небесный питает их вы не гораздо ли лучше их посмотрите на птиц небесных говорит христос они ни о чем не беспокоятся и ничем себя не мучают они не пытаются накапливать вещи для непредвиденного и неизвестного будущего они тем не менее живут но христос подчеркивает не тот факт что птицы не работают и не трудятся кто-то сказал что никто не работает так тяжело как воробей чтобы заработать себе на жизнь иисус подчеркивает что они не беспокоятся и не волнуются них нет человеческого напряжения увидит будущее которое им не дано видеть и человеческого стремления найти безопасности надежных надежность вещах собранных изготовленных на будущее конечно существуют и более страшные грехи чем беспокойство но не всякого сомнения ни один из них не лишает так человека способности делать что либо и так не заботитесь о завтрашнем дне вот заповедь христа и этот путь не только к покою но и к силе знаете когда я нашла эту информацию я еще больше влюбилась в этот цемплер мало того что он прекрасен да ну у него еще такая философская нагрузка идет очень очень сильные да причем мы прекрасно понимаем в какое время мы сейчас живем и вот это вот сила спокойствия я думаю она необходима нам всем сейчас и так я рассказала вам сейчас а философской нагрузки этой работы а теперь мне хотелось бы вам показать материала которые я использую как я использую то есть сам на саму схему я приобрела в магазине коза чинина также я приобрела нити на этот сэмплер в этом же магазине а вот ткань я покупала на ebay схеме у нас идет 28 каунт дублен от пик через пласт написано что одну нить через две нити переплетения но я вышиваю в две нити я покупала ярд и сейчас расскажу покупала ярд ярд разделила на две части но я вышиваю в две нити почему я попробовала вышить маленький элемент я прям начала вот с деревом я попробовала вышить маленький элемент в одну нить и мне не хватило яркости у меня этот сэмплер будет висеть на лестнице лестница очень высокая каменная я боюсь что не будет видно четко деталей потому что сам сам сэмплер обратите внимание он очень нагружен элементами как я уже говорила можно просто рассматривать и рассматривать его открывать каждый раз какую-то новую зверюшечку каждый новый цветочек для себя поэтому я выполняю его в две нити сейчас я приближу покажу вам как это выглядит может быть стоит включить свет может быть будет поярче вот связи с тем что да я уменьшила каунт я выключу потому что тут полоса я уменьшила каунт кстати без электрического света цвет основы передается просто идеально но я вышиваю в две нити и теперь у меня вот такой вопрос хватит ли мне нити но я начала если что я опять смогу подкупить также я вам уже показывала своем предыдущем видео что я купила парный к нему причем когда я покупала на 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 ebay основу я взяла ярд почему я взяла ярда дорого то есть у меня с доставкой 117 долларов встал ну я думаю ну ладно вроде основа такая какая-то вот уникально не уникально под ноги сэмплеры будет подходить но я не буду рисковать брать пол ярда чтобы не дай бог мне не хватило возьму ярд если что там обрежу пойдут на какие-то более мелкие работы и в этом году у нас выходит как продолжение да то есть они парные и у меня получается что здесь да здесь совершенно другая основа да надо совершенно другая основа но я буду выполнять этот же сэмплер на этой же основе то есть они у меня будут висеть на лестнице оба лестница огромная потолки у меня три три с половиной метра поэтому я хочу их повесить вместе рядышком но тот сэмплер у меня пойдет на следующий год а вот в этом хочу выполнить вот этот так что касается организации меня все организовано просто вот в такой коробке нить у нас ручного окрашивания я их оформила на два колечка то есть здесь у меня нити идут victor works просто вот на одном кольце я написала сразу номер и вот уже те ниточки которые я использовала я ставлю сразу значок а здесь у меня нити gentle art также которые уже были в использовании у меня уже значки стоят которые нет просто вот номера подписаны вот сейчас у меня конечно стоит такая дилемма хватит ли мне нитей но я решила использовать нити по ключу потому что там вы знаете они очень интересно окрашены они окрашены не как в алдане они окрашены не как от совиного леса у них очень деликатные переходы они такие знаете припыленные такие деликатные винтажные цвета и мне вот очень хотелось передать вот именно именно вот это вот он винтажность работы поэтому да не дешево но я так решила мне лежит бокс салфеточка почему потому что у нас и нити color fast то есть они стирки не подлежат поэтому когда я креплю свою работу на станочек я просто подкладываю вот так вот салфеточку чтобы не пачкать не дай бог да и вышиваю вот тот элементе который мне нужен также что еще хотела сказать хотела сказать по поводу вода самих нитей продолжим на бабеньке идет пять ниток то есть пять ярдов каждая нить по 93 сантиметра что касается качество нити ими я вышиваю первый раз и вот мое личное мнение за жентел арт не понравились а вот фендер воркс мне не понравились знаете как получается когда я вышиваю сейчас возьму покрупнее иголку чтобы показать у меня получается что игла кончик иглы проходит почему-то между нитью как то вот так вот сказать то есть она вот так вот закреплена и вышивая она прокалывает почему-то у меня одной из ниток и у меня получается узелок либо посередине нитки либо вот прям около основания то есть они у меня путаются они мне не нравятся в работе причем я вот эти 93 сантиметра я их еще раз разделяю напополам и шью небольшими такими кусочками чтобы вот избежать вот этого спутывания на за жентел арт это у меня все идеально здесь нет либо у меня руки такие я не знаю но бывает же да у девочек вот игла например темнеет у меня вот иглу не темнеют да вот реакции на нити видите какая причем я же ими одновременно вышиваю то есть теми же самыми руками какие иглы я использую я использую иглу бога 24 26 причем мне больше нравится как получается крест именно в двадцать шестом номере но это 36 каунт и креплю я на лице ниточку и очень плохо 26 номер у меня очень тяжело под крестиками пролазит понимаете поэтому конечно работаю в основном точнее говоря 24 плохо пролазит поэтому работаю 26 хотя крест мне больше нравится в двадцать четвертом исполнении так также что еще хотелось бы мне сказать я отсерила схемы сделаю их на листах формата а3 то есть я и увеличу меня вот всегда лежит схема на на самой работе почему потому что ну очень очень мелкая схема вот вы посмотрите сейчас я заранее достану вот шестой седьмой лист потому что мне как раз вот в этом моменте тоже есть о чем сказать 36 каунт плюс мелкая вот такая схема больным глазам я обратилась в группу и волга они мне сделали перенабор то есть я еще пользуюсь перенабором но перенаборе есть небольшие недочеты поэтому бумажная схема у меня всегда лежит на самой вышивки я просто креплю магнитиком и мне удобно в электронной схеме я уже отмечаю то что я отшила чтобы мне хотелось сказать по поводу я вам говорила нам я вначале купила то есть вот она официальная схема до наказать именно эту схему ну и не и начала заказывать материала не разглядывая схем ничего сейчас я хочу вам рассказать вот по поводу вот этих двух элементов это собачки они у меня уже вышиты вот они то есть мы видим что они разные вот эту нас собачка светлее это у нас собачка темнее у меня вышло в точности наоборот у меня вот эта собачка получилось темнее это светлее почему сейчас вам объясню здесь есть ошибка вот у меня схема так но куплено на в прошлом году а вот когда она была распечатана неизвестно в общем что хочу сказать я приступила к высшему вот этой собачке и здесь вот обратите внимание стоит значок тот же значок которым выполняется дерево эти значки они совершенно идентичные практически они идентичные ниточки по цвету понимаете и я когда приступила я я вижу что у меня нет ни пятнышек у собачки у меня нет это не глазика вот они два цвета они очень похожи они на схеме не различимы если их вышивать рядом ну я вам говорила что я обращалась к и волги и и волги я давала оригинал не свой на просторах интернета я также нашла вот посмотрите вот они оригинальные на просто формат pdf я и отправила она мне перебирала с другой схемы не с моей купленной а с другой и как выяснилось вот смотрите здесь у нас значит полукруг а здесь у нас треугольник и здесь у нас здесь эти собаки вышиваются по другой схеме вот то что из интернета формат pdf собаки будто одного цвета понимаете все то есть и здесь и здесь значки одинаковые но мы видим что собачки то у нас должны быть разные вот они они разные то есть формат pdf что я нашла в интернете и отправляла и волги на перенабор почему я сделал так мне было лень ехать к мужу на работу делать скан и отправлять и моя схема которую я купила понимаете тоже с ошибками в общем что я делала я их просто компоновала я вот брала вот этот цвет одну собаку я выполнила в этом цвете одну я выполнила вот в этом ну естественно в зеркальном отображении все вот эти пятки отобразила то есть я взяла две схемы разных понимаете поэтому кто будет приступать вот имейте ввиду что с собачками уже есть небольшая загвоздка то есть мелочь но приятного мало потому что если вот эти две собачки они сольются вы понимаете мы просто не увидим вот этих вот пятнышек глазок ротика то есть ножки выполняются вот видите они же все должны как-то отличаться с хвостиком получается вот все слилось ну вот в принципе все что я хочу пока рассказать про этот семплер работа очень легкая честно говорю идет очень легко поэтому 36 лен мои глаза не напрягает если схема совершенно нормально читабельная если схема вот такого плана мне она очень тяжело для глаз ну вот так же вот новый магнитик который я приобрела наказать под другой сэмплеер от джанет дуглас но я его прилепила они листы мои которые я складываю 8 сложений держат просто вот на ура также ножницы выдерживают видите совершенно спокойно это вот вот эти вот они очень классные очень сильные магнитики ну вот в принципе наверное да и все что я хотела бы сказать рассказать в следующий раз этот сэмплер я вам покажу когда у меня будут итоги за июнь месяц ну вот надеюсь что он не пойдет но сейчас на данный момент конечно очень мало уделяем времени не каждый день по 200 по 300 крестиков это вот максимум что я делаю потому что я сейчас как вы знаете я пытаюсь добить свое эстэ и уже от него освободиться и спокойно нормальном темпе заниматься другими своими работами потому что я устала от эстэ устала от проработки устала расстраиваться из-за результата который я вижу ну на этом моё видео заканчивается всем желаю хорошего настроения хорошего дня и крепкого здоровья до свидания и до скорых встреч до свидания ночи Продолжение следует...